По оценкам экспертов, площадь лесов неминуемо сокращается с каждым годом. Виной тому и незаконные вырубки и пожары. По информации Рослесхоза, в этом году площадь лесных пожаров России достигла 4 миллионов гектаров. Это примерно на треть больше показателей 2022 года. В Ульяновской области крупных лесных пожаров, к счастью, удалось избежать. В регионе не первый год занимаются лесовосстановлением. Работает 21 лесной питомник. Один из них, что в Николаевском районе, единственный выращивает саженцы с закрытой корневой системой. Мы приобрели эту площадку в 2018 году. И вот с 2018 года мы потихонечку застраиваем, разворачиваемся. Здесь вот этот цех представлен. Это филорама ленточная. В учебно-научно-производственном комплексе «Лес-Юг» в этом году запустили цех по переработке мелкотоварной деревесины. Предприятие – давний арендатор леса. На площадке работает и шишка-сушилка, благодаря которой работники получают семена. Но гордость комплекса – стационарный комплекс с автоматической линией полива и автоматизированной системой создания микроклимата. Ежегодно в теплице выращивается больше миллиона саженцев. В области представлено как раз интенсивное ведение лесного хозяйства и непрерывный лес используем. То есть мы сейчас доходим до того леса, который сажали наши предки. То есть на сегодняшний день мы рубим культуры, лесные культуры. Не тот лес, который рос, естественно, а сейчас уже лесные культуры. Лесные культуры, они имеют свойство, скажем так, быть гуще, соответственно, они тоньше. Ежегодно на территории области подготавливается более 16 миллионов штук сеянцев. Эта цифра полностью обеспечивает потребность для проведения лесовосстановительных работ. Только весной, по информации Минприроды, в питомниках засеяно 15 гектаров. Осенью будет организована их инвентаризация. Анна Тищенко, Управда ТВ.